Санкционные слухи Виктору Януковичу направили новое подозрение о госизмене. На сей раз с уточнениями. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Документ планировали вручить в защите беглого президента, но адвокат, прибыв в помещение ГПУ, отказался принимать подозрение и подтвердил это в письменной форме. В данной подозрении конкретизированы обставины вчиненных ним криминальных правопорушений. Добавлено еще один злочинный эпизод его злочинной деятельности, который полагает в аналогичном звернении о необходимости использования СССР. А вот у подельника Януковича, также беглого, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко свой рекорд. Сразу две повестки ему выписала военная прокуратура. В чем подозревают главного финансиста семьи, узнавала Анна Каменева. Главного финансиста семьи Януковича вызывают на допрос. Военная прокуратура назначила беглому министру доходов и сборов Александру Клименко встречи 30 января и 3 февраля. Он проходит в качестве подозреваемого. В том, что Клименко не явится на допрос в прокуратуре уверены. Это одно из самых перспективных дел против членов семьи Януковича, считают эксперты. В рамках этого проведения арестовано 26 миллионов долларов США на рахунках в банках Лихтенштейна. То есть это достаточно жирная дело, где есть также перспектива что-то вернуть в государство. Но и это лишь малая часть того, что удалось отмыть соратникам Януковича с помощью Клименко. Схем было множество. Возмещение НДС фиктивным фирмам, конверт-центры, дань с бизнеса и Евро-2012. Я знаю схему Клименко, схему Арбузова изнутри, что называется. Я видел много проектов постановки Министров, которые просто, скажем, вимивали из страны деньги миллиардами. Фактически все, что заводилось в Украину, обладнание, ну якобы на проведение Евро-2012, импортировалось в Украину без оформления, без митного оформления и без плати податку на доданную вартность. Таким чином эти хлопцы узаконивали коррупцию. Наворовал и в бега. Вот так. Тогдашний министр вместе с генпрокурором Пшонкой с боем покидали Украину после победы революции достоинства. Это видео с камер наблюдения в Донецком аэропорту. Сметая все на своем пути, Клименко стремился улететь. После себя оставил целое состояние. В 2014 году водили даже экскурсии в его офис. 25-30 тысяч долларов в кошты. Бронированная комната сейф, боксерский ринг, солярий, сауна, джакузи и даже туалет с венецианскими пейзажами. И явно все это не за свой счет. Клименко жил на широкую ногу. В его имении, расположенном в заповедной зоне, нашли редких амурских тигров и карпатских медведей. Животных привезли из Ялтинского зоопарка. После побега Клименко времени зря не терял. Всяческими способами пытался вернуться в украинскую политику. Ролики по телевидению, статьи в газетах, посты в соцсетях. Рассказывал, как же нужно жить в стране. Из Москвы-то виднее. Беглый министр даже создал политическую партию. И по скайпу проводит встречи с избирателями. И эта вся политическая активность, говорят эксперты, неспроста. Но эксперты уверены, Клименко вряд ли удастся использовать эту политическую карту. Крыть нечем. У силовиков уж больно много доказательств. Анна Каменева, Кристаллисия, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Уголовной ответственностью власти нынешней грозят антикоррупционеры ИСАП. И предупреждают. Их погоня за лайками в соцсетях может закончиться плачевно. Речь идет о преждевременном распространении информации о следственных действиях, чем очень часто грешат власть имущие. Последний пример. Министр внутренних дел вчера первым отрапортовал о задержании суди Соломенского райсуда Киева Сергея Зинченко за взятку в 22 тысячи долларов. Неизвестно, читал ли Аваков предупреждения САП, но сегодня в Фейсбуке он опять отчитался о задержании. На этот раз руководителей Чернобыльского спецкомбината, получивших почти полмиллиона гривен отката за победу в тендере. Министр гордо сообщает, мол, задержание произошло несколько минут назад. И ни слова о том, согласована ли эта сенсация со следователями других ведомств. Правоохранителей, которые пиарятся на резонансных задержаниях, в САПе предупреждают. За утечку информации предусмотрена уголовная ответственность. Уголовная ответственность, но уже за умышленное убийство, может грозить руководителям операции в Княжичах. Об этом вчера вечером журналистам заявил генпрокурор. Юрий Луценко также раскрыл шокирующие подробности этого дела. Кто еще может понести ответственность и почему в руководстве МВД всячески пытаются переложить вину за гибель людей на чужие плечи. Далее в материале. Дом в Княжичах, возле которого произошла перестрелка бойцов Корда и госслужбы охраны, ограбили дважды. Первый раз бандиты, за которыми и охотились полицейские. Во второй раз сами правоохранители. Такие подробности дела о перестрелке в Княжичах раскрыл в интервью журналистам генпрокурор Юрий Луценко. Напомню, еще тогда на месте трагедии руководитель нацполиции Вадим Троян заявил полицейские к ограблению не причастны. А виноват во всем якобы один из погибших бойцов. Якобы это был один из бойцов Корда. Министр Аваков в то время неожиданно оказался в довольно странной, незапланированной командировке в Канаде. И никак не прокомментировал провальную спецоперацию, в результате которой погибли шестеро правоохранителей. Уже после этих событий в генпрокуратуре заявили, к руководству МВД вопросов немало, а в частности к руководителю киевской полиции Андрею Крещенко. Мы будем выяснить, где они находились, что делали в этот час, потому что они находились в ресторане. И, конечно, мы оценим все обстоятельства, в том числе и состояние физических отцов командиров, которые принимали такие решения. И потребовал отставки Крещенко. В ответ отдохнувший в Канаде глава МВД тогда заявил, увольнять никого не собирается. Но вот теперь ответить, похоже, таки придется. В интервью журналистам Юрий Луценко рассказал, что обвинения в адрес руководства спецоперации могут переквалифицировать в умышленное убийство. Народный депутат Сергей Каплин уверен, ответственность должен понести и министр. Попытки ограбления со стороны полицейских известного дома. Это убийство, где соучастником фактически является и Аваков, и все заместители, которые имеют отношение к организации такого покушения и такой попытки ограбления. Сам глава МВД, ранее заявивший, что в отставку пока не собирается, на громкие обвинения со стороны генпрокурора пока не ответил. Не сказал и о том, почему руководство полиции тщательно скрывало, что в банду грабителей входили бывшие и действующие полицейские. На все эти вопросы ответы дать теперь придется. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. В Олевске, где и недавно произошли кровавые бандитские разборки на почве незаконной добычи янтаря, депутаты районного совета обратились к правительству с требованием урегулировать ситуацию в регионе. Текст обращения с учетом предложений депутатов-оппозиционеров приняли единогласно. Напомню, ранее олевские депутаты приехали на встречу с лидером фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко в Коростень. Тогда Бойко посоветовал им требовать имена от правительства внесения законопроекта по легализации добычи янтаря. Проголосовали за звернення до Кабинета Министров. Так, як нам запропонував Юрий Анатольевич, що якщо буде внесений законопроект в зал Верховної Ради, в залу Верховної Ради від Кабинету Министров, від уряду, тоді цей закон прийметься. Він всіма підтримують, я думаю, що його, то есть він сказав, що підтримують його всі депутати Верховної Ради. Тому що кожна депутатська група, зараз є 4 законопроекта, які вносилися в Верховну Раду, і ніоді не прийняли, бо кожна депутатська група лоббірує цей закон під себе. Возможно, від рішення проблем з незаконною добычою янтаря силовиків відвлекають дела поважніше. Наприклад, атака на Минздрав. В давлении на Министерство, як сьогодні обвинила і оглове ведомства Ульяна Супрун. На своей странице в Фейсбуке она пишет о візите следователя нацполиції, який требував документы по закупці лекарств через международні організації. Нацполиція считає, що по програмі розвиття ООН Україна закупила препарати по завышенним ценам. Супрун же говорить, що дело сфабриковано її політичні опонентами, але, тем не мене, предоставити документы следователю отказалось под предлогом, що судебний ордер був просрочен. От себе добавлю, що відказала на цій недію Ульяна Супрун і черному зеркалу. Все ці дні ми активно зазвали її і її замів на ефір, ведь сегодня будемо разбираться в критической ситуации, в которой оказалось наше здравоохранение. Но желание ответить на вопросы в ведомстве ни у кого не появилось. В последний раз обращусь к чиновникам из Минздрава. Время еще есть, программа стартует в 9 вечера. Вы еще вполне можете успеть, если вам, конечно, есть что ответить. Ну, вот как опомнился, например, заммэра Ужгорода. Вчера он исчез, сегодня взял и нашелся, и сам пришел в прокуратуру. Напомню, вчера генпрокурор обвинил Иштван ЦАПа во взяточничестве и попытке бегства. Сам чиновник уверяет, что никаких денег не брал, и от следствия скрываться не собирается. Новые подробности в материале Марины Коваль. В прокуратуру Иштван ЦАП пришел с самого утра. Говорит, чтобы не было инсинуаций. Сразу после командировки отправился не на работу, а к правоохранителям. Вот только давать показания, отказался. О том, что его подозревают во взяточничестве, узнал, по его словам, из интернета. Об этом на своей странице в фейсбуке написал генпрокурор. По информации Юрия Луценко, 40 тысяч гривен ЦАП требовал у предпринимателя за разрешение на приватизацию земли. Деньги якобы получил посредник, которого задержали. Заместитель городского головы уверен, его хотят подставить. Судячи с того ажиотажа, который складывается вокруг этого дела, может быть, есть определенные основы считать, что это довольно хорошо зарегистрирована ситуация. На самом начале каденции нами было инициировано мораторий на выделение свободной земли, а руки у богатых чешутся. В прокуратуре убеждают правоохранители беспристрастные. Сотрудники СБУ вели расследование несколько месяцев и подтверждают информацию Юрия Луценко, что Иштван ЦАП пытался скрыться от следствия. Мы считаем, что он переховывался. Самовольное оставление этого захода, на котором он был в Киеве, после начала следственных действий в Ужгородском районе. Кстати, в деле о взяточничестве фигурирует не только Иштван ЦАП. Кроме него депутат Гурсовета, глава земельной комиссии и завхоз одного из городских коммунальных предприятий. Все они требовали деньги у предпринимателей, которые хотели приватизировать землю. Завхоза задержали, когда он получил вторую часть взятки 20 тысяч гривен. Этот человек был посредником, деньги передавал в мэрию, его задержали. По данным прокуратуры, во время обысков у подозреваемых дома нашли меченые купюры. В двух из них найдены деньги, которые передавались за действие определенных действий при голосовании. Дома у Иштван ЦАПа правоохранители обнаружили и изъяли 5 тысяч евро. Уверяет, это деньги сына от продажи машины. Сотрудники прокуратуры сегодня обратились в суд с требованием взять под стражу Иштван ЦАПа и отстранить его от работы на время расследования. Но судья из-за занятости перенес заседание на понедельник. До сих пор никаких решений в отношении заместителя мэра не принято. А вот депутату Гурсовета и посреднику тот же судья сегодня избрал меру пресечения. Первый должен заплатить 96 тысяч гривен залога, второй 40 тысяч. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Блокада оккупированных территорий может только усложнить ситуацию на Донбассе. По мнению депутатов-оппозиционеров, в такой ситуации через месяц может прекратить работу Луганская ТЭС. Такие города, как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье останутся без энергоснабжения. К тому же это может привести к повторению крымского сценария и снижению доверия жителей неподконтрольных территорий к украинской власти. Двое украинских военных погибли из-за минометных обстрелов на Ватошковском и Широкине. Боевики ночью били по позициям армейцев из всех видов оружия, целились и по мирным жителям. Ирина Баглай, ситуации подробнее. Супруги на окраине Авдевки переживают уже четвертый артобстрел. В этот раз во дворе разорвались две мины 120-го калибра. Одна попала прямо в дом, но самая тяжелая погиб верный пес Тагир. Овчарка, говорят хозяева, всегда предупреждала их об опасности. Он подавал нам четко, откуда вот обстрел начинается, он бежит в ту сторону и начинает сразу гавкать. Мы уже понимали, откуда в обстрел. Люди уцелели чудом. Вчера легли буквально за 70 метров, сегодня накрыли нас. Алексей был на улице, а вот жена с тещей попали в ловушку. От взрывной волны закрепили на дверь. Я говорю, я сижу в доме, не могу выйти, он кричит, одевайся быстрее в подвал. Я говорю, я не могу выйти. Мы уже сейчас спим, у нас, ну, наверное, уже морг не отдыхает. Мы уже слышим, ложиться близко, когда нужно спускаться в подвал или нет. Ближе 50 метров. Ориентируемся. Массированный огонь по домам боевики открыли ночью, били почти час. Вместе с минами в сторону Авдеевки выпустили снаряды самоходных арт-установок. Это САУ 152-я артиллерия. Таких снарядов командир насчитал 4 десятка. Скопление сил противника возле промзоны военной зафиксировали несколько дней назад. Прибыло много людей, новых военнослужащих, которые усиляются за время этого перемирия, подтягивают боеприпасы, другое имущество. Ну и под прикрытием того, что у них там очень глубокие окопы, мы этого не видим. Одновременно работали танки и реактивная установка залпового огня «Град». С окраины Донецка в направлении аэропорта позиций военных в районе Опытного наемники выпустили кассету ракет. По информации военных обошлось без потерь. Когда вражеские пушки умолкли, появились штурмовые группы боевиков. Я просто прощупаю, на месте имели или нет, чтобы прорваться. Ищут слабые места. Да, слабые места. Гулемет крупнокалибрный, 12-7, калибр. Типа как у нас стоит ДШК у нас. Если только у нас скорострельность больше. У Утеса? Да. После тяжелой ночи военные снова на посту. Бойцы с опытом говорят, судя по характеру и ожесточенности обстрела под Донецком, к боевикам прибыло подкрепление. Российские военные. Цены снимаются. Руки замерзли. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Масштабное перевооружение отдельных подразделений украинской армии анонсировал президент Украины. На заседании Совета нацбезопасности Петр Порошенко заявил, в этом году на оборонную промышленность планируют потратить 9 миллиардов гривен. План модернизации ВОЗ будет рассчитан на три года. Реализовывать его будут силами отечественных конструкторских бюро и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Причем оплот будуются в вечеринке и завантажения. У нас стає выбор. Або один оплот, або 10 глубоко модернизованих и капитально отремонтованных 64-х або 80-х. Причем оплот будуются при найкращем умовании 18 месяцев, если я не ошибаюсь. А цикл глубокой модернизации 80-х складывает 2,5 месяца. Нам треба в першу чергу забезпечити танковые подраздели в полном обсязе, 100% комплектацию глубоко модернизованных и капитально отремонтованных машин. Ситуацию на Донбассе и выполнение минских соглашений президент Украины обсудит с канцлером Германии. Переговоры состоятся в Берлине уже в ближайший понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Кроме того, в немецкой столице украинский президент встретится с главой Бундестага Норбертом Ламмертом и министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем. И уже завтра Ангела Меркель проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. В числе субботних собеседников нового президента США, а также французский лидер и президент России. А сегодня в Белом доме Трамп встречал первого зарубежного гостя, британского премьера Терезу Мэй. Их переговоры знаковые. Именно британского премьера новый американский президент пригласил к себе, всего неделю пробыв на посту. Продолжит Оксана Кундеренко. Первое впечатление всегда важно, но его Мэй произвела не на Трампа лично, а на его коллег по партии. Выступая накануне перед республиканцами, сорвала овации. Вы развиваете свою страну, а мы свою. И поэтому появилась возможность идти вперед вместе. Ведь мир переживает изменения. В ответ на эти изменения мы можем пассивно наблюдать, а можем вместе быть лидерами. Мэй Польша нуждается в Трампе союзники, чем наоборот. США даже к подготовке визита отнеслись несколько беспечно. В пресс-релизе имя британского премьера с опечаткой. С утра она в одиночестве возлагала цветы к могиле неизвестного солдата. И только к обеду президент выделил время о своем графике для переговоров. Хозяин Белого дома шутя называет ее «Моя Мэгги», как Тэтчер. И с показным радушием встречает в своей резиденции. Улыбки, рукопожатия и час закрытых переговоров в овальном кабинете. Главная тема – будущее торговое соглашение между двумя странами, где Трамп будет диктовать свои условия. Жаль, министр по вопросам торговли Вилбура не будет на встрече. Поэтому торговые переговоры придется проводить своими силами, одному. Но все будет хорошо. Прагматичная Мэй знает, на что давить. Совместная борьба с терроризмом, отношения с Россией, безопасность в Восточной Европе и в Украине, в частности. Сильный Североатлантический Альянс. Темы, которые она подняла во время визита. НАТО – краеугольный камень защиты Запада. Основан на доверии и общих интересах. Эту организацию необходимо реформировать, чтобы соответствовать новым стандартам. В эти минуты лидеры США и Великобритании заканчивают диалог с глазу на глаз и готовятся выйти к прессе, у которой наверняка много вопросов. И после первого иностранного гостя Трампа ждет первый международный телефонный разговор. Уже завтра вечером на связи с Вашингтоном будет президент России Владимир Путин. По слухам, из Белого дома США собираются скоро снять с Москвы санкции. Поэтому тему Украины уж точно обсудят. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И слухи об отмене санкций, похоже, не беспочвены. Советник президента Трампа в эфире телеканала Fox News заявила, Соединенные Штаты рассмотрят возможность отмены ограничений против России, введенной из-за роли Москвы в украинском кризисе. Об этом Келлиан Конуэй заявила, отвечая на вопрос, о чем пойдет речь в телефонном разговоре Трампа и Путина. Посмотрите фрагмент интервью. Президент Трамп собирается позвонить Владимиру Путину в субботу. Есть предположение, что будут обсуждать санкции, введенные предыдущей администрацией. Что вы нам можете рассказать о завтрашней повестке дня? Это все на рассмотрении. В интересах Соединенных Штатов улучшать отношения с иностранными лидерами, если они вместе с нами будут бороться против радикальных исламских террористов. У президента Америка на первом месте. Он будет улучшать отношения с другими странами, если это окажется в интересах США. В Москве уже прокомментировали информацию о возможном снятии санкций Соединенными Штатами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, соответствует ли она действительности. Ну, а вот во внутренней политике Трамп, похоже, тоже готовит бомбу. Требует расследовать фальсификации на минувших выборах. Кого он считает виновным и могут ли обвинить Хиллари Клинтон? Дмитрий Ановченко знает детали. Миллионы людей проголосовали на этих выборах незаконно. Чуть ли не в каждом выступлении заявлял кандидат Трамп. Обвиняя Штаты, где проголосовали за Клинтон в том, что на участки там массово приходят нелегалы, у которых в принципе нет права голоса. И вот теперь уже президент Трамп требует разобраться с тем, что он считает махинациями. Новый хозяин Белого дома официально заявил, инициирует расследование всех этих махинаций. И в очередной раз идет против правил, ведь не только демократы, но и его однопартийцы уже признали, мол, выборы были честными. Но Трамп убежден, нарушений хватало, причем масштабных, и хочет, чтобы со всеми ими разобрались детективы ФБР и генпрокурор. Газета «Гардиан» получила доступ к переговорам вице-президента с конгрессменами и пишет сегодня. Новая администрация проверит все, что можно, в том числе полностью прошерстит списки избирателей в поисках мертвых душ или людей, которых включили в них незаконно. Якобы Белый дом уже заручился поддержкой конгресса, а значит расследования могут быть действительно масштабными. И теперь прессу интересует, а угрожает ли что-то Хиллари Клинтон, ведь не только вся Америка. Весь мир помнит очень жесткую перепалку Трампа и Клинтон во время дебатов. Знаете, так хорошо, что кто-то с характером Дональда Трампа не отвечает за законность нашей страны. Да потому что ты будешь в тюрьме. В ходе этих дебатов Трамп угрожал в случае победы назначить и специального прокурора для расследования деятельности своей конкурентки. Но по мнению юристов, которых опросили СМИ, миссис Клинтон, даже если следователи и обнаружат, махинации на выборах ничего не угрожает. Затевая проверки, Дональд Трамп, скорее всего, просто готовится ко второму сроку. И хочет сделать все, чтобы через 4 года, когда демократы в очередной раз мобилизуют против него своих сторонников, у него не отобрали голоса. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фион снимет свою кандидатуру с выборов, если станет фигурантом расследования против супруги. В интервью французскому каналу он заявил, что готов покинуть гонку, если ему предъявят обвинение. Ранее прокуратура начала предварительное расследование из-за публикации во французской прессе. Журналисты узнали, что за 10 лет работы помощницей своего мужа Пенелопа Фион получила 500 тысяч евро из парламентских фондов. В то же время известно, что женщина всегда оставалась в тени своего супруга и не участвовала в политической жизни. Только одно может помешать мне остаться кандидатом, если будет затронута моя честь, если против меня будет начато расследование. Я всегда говорил, не смогу претендовать на пост главы государства, если будет хоть какое-то свидетельство, что я преступил закон. Мэр польского перемышля, снова желанный гость в Украине. СБУ отменило для него запрет на въезд в страну. Ранее Роберта Хаму, который должен был прибыть во Львов, не пропустили на территорию Украины. Тогда в службе безопасности объяснили, что ему запрещен въезд на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни. Почему передумали? Как сообщила в Фейсбуке представитель СБУ Елена Гитлянская, запрет на въезд мэру Перемышля активно пыталась использовать третья сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Это еще не все подробности этого дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. Мусорный тест для премьера. Удалось ли главе Кабмина решить львовскую проблему с душком? Элитная земля сползает в обрыв. Одесской Аркадии угрожает новый оползень. Кого винят жители? Двухмесячное содержание под стражей. Такую меру пресечения просят для исполняющего обязанности главы правления Вольногорского горно-химического комбината Руслана Журила, детективы НАБУ. Судебное слушание еще продолжается. А у здания суда собрался трудовой коллектив. Люди возмущены. Из-за дел, которое НАБУ возбудило против их руководства, предприятие теперь под угрозой закрытия. А сами они могут остаться без работы. У нас очень беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг ОГХК. Уже начало налаживаться при нынешнем руководстве. И сейчас это все опять ломается. Поэтому мы очень обеспокоены в завтрашнем дне. Мы считаем, что подозрение не обосновано. Мы понимаем, что НАБУ, будучи не в состоянии расследовать серьезное, действительно серьезное коррупционное правонарушение, используют тактику запугивания, используют тактику назначения виновных. Операция демусоризация. Сегодня утром премьер поехал спасать Львов, утопающий в отходах. Владимир Гройсман выбил у области место под мусорный завод. Означает ли это, что львовские власти прекратят устраивать всеукраинский тур мусора по городам Украины, а жители Львова смогут дышать спокойно, Галина Якушко выясняла. Во Львов премьер-министр приехал по поручению президента. Ведь местные власти, по словам Порошенко, оказались неспособны решить проблему с вывозом мусора из города. А со времени пожара на Грибовицкой свалке прошло уже 8 месяцев. Общался Владимир Гройсман с мэром садовым и львовским губернатором Олегом Синюткой без прессы. О договоренностях рассказали журналистам. Львов, наконец, получит участок для нового полигона отходов и строительства мусороперерабатывающего комплекса. Это 12,5 гектаров земли в Яваровском районе, на заброшенной территории бывшего горно-химического предприятия «Сирка». Участок передадут городу уже на следующей неделе. Одна из трех делянок, которые выставлены на конкурс, будет снято с конкурса и передано в Львовский городе швидко, для того, чтобы они начали там продуктирование и строительство такого полигона и комплекса по сметтепоробцам. Уже через полгода там обустроят полигон, начнут свозить мусор и построят сортировочные линии, а потом и сам завод. Правда, сначала проведут общественные слушания. Грибовицкую свалку рекультивируют. Денег в городской казне для этого достаточно, заявил Гройсман. Но пообещал помочь специалистами прислать во Львов представителей профильных министерств. Треба провести его рекультивацию, дегазацию, забрать звезды фильтр, очистить его, дать людям возможность нормально жить вокруг этого полигона. И эта работа, она уже имеет среднестроковую перспективу, но до нее нужно было приступать еще вчера или позавчера. Садового премьер не щадил. Мула строительство мусороперерабатывающего комплекса. Львовский городоначальник должен был подумать еще несколько лет назад. Мэр оправдывался. Накопившиеся с начала нового года отходы из Львова уже начали вывозить. Их принимают несколько полигонов в области. Полностью очистит город, обещают до следующего вторника. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львов. Борьба за выживание в Одесской Аркадии. Жильцы частного сектора, который сползает в обрыв, выступили против застройщиков, которые начали расчищать новые площадки, как подозревают люди, под очередную застройку. Способны ли чиновники стать арбитрами в этой схватке? Репортаж Андрея Анастасова. Жизнь в Аркадии на берегу моря. Для этих людей она обернулась настоящим кошмаром. Прошлым летом произошел чудовищный оползень из-за незаконного строительства аквапарка на пляже. Жилые дома тогда буквально повисли над пропастью и начали трещать по швам. Эти трещины пошли, когда началась стройка. Муж среди ночи проснулся и нас разбудил. Говорит, Юля, дом валится, дом трещит. С тех пор лишь часть обрыва власти укрепили подпорной стенкой. И вот новая напасть. На днях другой застройщик начал рубить деревья и экскаваторами срезать склон, на котором стоит частный сектор. Местные жители в ужасе. Наши дома окажутся в обрыве. Как городские власти могли принимать такое решение? Это около 10 семей останутся без крыши над головой. Застройщик – это компания, владеющая соседним жилым комплексом. По документам, нанятая им фирма всего лишь ремонтирует здесь дорогу. Правда, почему после такого ремонта исчезают целые кубометры скальной породы и грунта? Ответ такой. Склон никто не разрушал. Вчера просто убирали лишний грунт, который сполз. Внезапно узнаем. С проверкой сюда едет комиссия из мэрии. Строители и техника буквально испаряются. Чиновники, никого не застав, заявляют, будем разбираться и уезжают. Чуть позже вице-мэр сообщает, разрешение на ремонт дороги есть, но подрядчик действительно отклонился от проекта, срезав часть склона. Вероятность очень высокая будет составлен протокол, вынесены штрафные санкции. Работы приостановлены. При этом власти уверяют, расширять дорогу никто не будет, а значит беспокоиться людям нечего. Одесситы не верят и требуют немедленно провести берегоукрепительные работы. Мы требуем немедленно строить стенку и только потом строить дорожное полотно. Иначе мы не дадим просто здесь строить. Мы будем бастовать, мы здесь ляжем. Скандалы в этом районе Аркадии уже привычное дело. Первые начались еще 4 года назад, когда неизвестные, расчищая территорию под аквапарк, вырубили целую аллею деревьев. Подробности рассказывали об этом в эфире. Но тогда власти никак не отреагировали. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Очередной виток декоммунизации. На этот раз Институт национальной памяти предлагает отменить государственные праздники. 8 марта, 1 и 9 мая. И не только. В целом отдыхать будем вдвое меньше. Соответствующий законопроект уже разработали. После общественных слушаний его планируют внести в парламент для голосования. С прошлого года Институт национальной памяти, который занимается декоммунизацией, разрабатывает новую идею. Там считают, что в связи с появлением новых государственных праздников, у украинцев слишком много выходных. Поэтому их следует сократить как минимум вдвое. Под прицел попало 8 марта, а 9 мая предлагают праздновать на день раньше. Инициаторы законопроекта считают, что на государственном уровне необходимо отмечать только те праздники, которые касаются важных для Украины событий. Например, День независимости или День Конституции. А вот 1 мая, День всех трудящихся, говорят, это наследие советского прошлого. Если вспоминать историю появления 2 марта, было сделано шагом механического переноса выходного дня с 7 листопада просто на 2 марта без особого обрунтования. В качестве аргумента историки называют еще и экономию. Мол, с такой ситуацией в стране так много отдыхать нельзя. Тем более утверждают, сейчас в Украине нет закона, который четко регулирует праздники. Своё детище Институт нацпамяти планируют вынести на общественное слушание и уже через месяц на голосование в Раду. И вот здесь, по словам политологов, большая опасность. Мол, документ снова станет предметом политического пиара. Когда у власти нет видимых экономических, социальных, политических успехов, она имитирует жизнь по-новому за счет символических шагов. Это переключает внимание общественный дискурс таких неприятных тем, как тотальное повышение цен на транспорт, на коммунальные услуги. Кроме этого, подобные законопроекты раскалывают общество. Например, согласно опросу, до 90% украинцев считают праздником 9 мая, говорит эксперт. Экономия на государственных праздниках в стране с теневой экономикой сомнительное, утверждают эксперты. Тем более, когда только на переименование улиц уже потратили более миллиарда гривен. Александр Красновский, Юрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Оппозиционный блок уже потребовал оставки главы Института национальной памяти. В заявлении на сайте полицилы говорится, за победу в борьбе с фашизмом отдали свои жизни миллионы украинцев. И предложение отменить 9 мая – это очередная попытка расколоть общество. Суд по делу об убийстве двух патрульных полицейских Днепра перенесли. Сегодня должно было состояться первое слушание. Почему же в зал суда так и не привезли подозреваемого? И какого наказания требуют родственники убитых патрульных, знает Елена Миндалюк. В Кировском районном суде на 14.30 назначено первое заседание. За полчаса до начала в коридоре уже не протолкнутся. По двери дежурят журналисты. Но в зал с камерами пока никого не пускают. На скамье подсудимых должен был находиться бывший боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев. Его обвиняют в убийстве двоих полицейских. 25 сентября прошлого года патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения. Когда начали проверять документы, Пугачев открыл огонь. В результате убиты Артем Кутышев и Ольга Макаренко. Анна, мама Кутышева, говорит, убийцу своего сына видела всего раз. И даже тени раскаяния не заметила. Я бы ему дала расстрел. Должно быть какое-то исключение. Должно быть. Что для него пожизненно, это просто рай. И мы же его будем кормить, лечить и содержать уродов. Однако на сегодняшнее заседание суда явились все, кроме самого подозреваемого. Оказалось, Александра Пугачева в суд не доставили из-за того, что помещение Кировского райсуда не предназначено для таких опасных преступников. Как сообщили в нацполиции. В этом зале нет отдельного входа и специальной клетки для подсудимого. А на окнах решеток. Представники государственного обвинения были готовы к продолжению, к началу судового расследования. Но в связи с тем, что недоставлено обвинения, продолжать и распространять судовый расследование не могло. Заседание перенесли на 9 февраля. В этот день планируют избрать присяжных. На таком формате судебного процесса настоял подозреваемый. Вот только неизвестно, успеют ли суд до этого времени подготовить помещение. Елена Миналюк, Евгений Конецов. Подробности Триканал Интер. Днепр. В Днепре сотрудник полиции шантажировал 13-летнего подростка. Старший лейтенант требовал у него 5000 гривен. Иначе угрожал упечь за решетку. На школьника, как на соучастника, указал 19-летний парень, который украл деньги у подростков. На этом полицейский и решил подзаработать. На встречу с шантажистом пришел старший брат школьника. Принес деньги, но во время передачи старшего лейтенанта задержали. Еще один человек в погонах отличился в Мелитополе. Это в Запорожской области. Там задержали очередного полицейского наркодилера. Метамфетамин он продавал практически на рабочем месте. Сотрудники СБУ взяли торговца возле райотдела. Старший лейтенант ждал клиента, но в какой-то момент заподозрил неладное и бросился бежать. Уже установлено, что полицейский не только торговал наркотиками, но и сам их употреблял. По предварительным данным, хотел организовать в городе свой канал сбыта наркотических веществ. Кстати, на прошлой неделе в той же Запорожской области задержали прокурора, который точно так же сам употреблял марихуану и метамфетамины и подсадил на это своих подчиненных. А вот в Умане правоохранители добеспредельствовались до международного скандала. Хасиды обвиняют местную полицию в избиении. В интернет попали кадры, на которых видно, как правоохранитель бьет дубинкой стоящего на коленях мужчину. Разбирались в этой истории наши корреспонденты. Этот сигнал оповещает хасидов о начавшемся шабате. В квартале возле могилы цадика Нахмана постоянно живут несколько сотен паломников. Ицхак Хази, услышав гудок, спешит на молитву. Говорит, будет просить Бога о возвращении священного моста Коэна, который вчера снесли уманские коммунальщики. Этот мост был специально поставлен для того, чтобы наши священники проходили по нему. Дотронулись до самого святого. Мост Коэна хасиды соорудили как раз над проезжей частью так, что грузовые машины проехать здесь уже не могли. Поэтому городские власти решили демонтировать это сооружение. Делать это пришлось с боем. Эти кадры в интернете уже окрестили антисемитским актом. Некоторые сайты даже приписывают акцию националистическим организациям. Сами паломники говорят, шокированы действиями полиции. За что их избили дубинками, не понимают. Мы видели, что много очень полиции. И что-то это не просто ненормальное, а что-то очень опасное для всех нас. Очень важно сейчас нам этот конфликт решить, чтобы не было ничего. Ни ультраправые, ни националисты в демонтаже моста участия не принимали, уверяют городские власти. Полицию вызвали местные коммунальщики, когда хасиды уж очень рьяно кинулись защищать свою святыню. Конфликта можно было избежать. По телефону говорит инспектор по благоустройству, если бы паломники добровольно и сами демонтировали мост. В Уманском отделе полиции нарушение или превышение полномочий со стороны подчиненных не видят. Пресс-офицер уверяет, дубинкой усмиряли только одного, агрессивного паломника. Вынудил, отнял сварочный аппарат и бросил его в коммунальщика. Он создал загрозу использования физического насилия относительно сотрудника коммунальной службы и относительно работника полиции. В соответствии, сотрудникам полиции было принято решение о использовании специального способа. Тем не менее, по факту инцидента в полиции все же проводят служебную проверку. Хасиды жалов в полицию пока не подавали. Ольга Иванченко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. В Израиле настоящая политическая буря вокруг отчета о ходе последней войны с Хамас. Политики препятствуют его публикации, а общественность требует правды. Чего же так боятся министры? Что нового будет в том отчете, расскажет Сергей Услендер. В самом факте отчета нет ничего необычного. После каждой войны специальная комиссия разбирает ее итоги. Как действовали армия и тыл? Как принимались решения на уровне правительства? Все ли было сделано для достижения победы и обеспечения безопасности граждан? В общем, эдакая работа над ошибками. Но отчет о ходе операции «Несокрушимая скала» все никак не увидит цвет. А она, я напомню, проходила в июле-августе 2014 года, то есть более двух с половиной лет назад. Длилась она около полутора месяцев. Тогда погибли 69 израильтян, около 800 получили ранения. Несколько недель армия вела тяжелые уличные бои с боевиками Хамас в секторе Газа, одновременно занимаясь разрушением тоннелей террористов. Вот эти тоннели, похоже, и стали главной причиной того, что правительство препятствует публикации этого отчета. Из черновика, который попал в прессу, видно, угрозу тоннелей не просто недооценили, ее фактически проигнорировали. Говорится о том, что гражданская оборона Южного военного округа была не готова к опасности туннелей, хотя знали про них, разведка докладывала, но не приложили все усилия, чтобы принять во внимание, что такой туннель может быть стратегической угрозой. Напомню о том, что через такой туннель могут 100-150 боевиков. Инфильтроваться через границу, захватить кибуц. И тогда это уже становится самая настоящая стратегическая проблема для Израиля. Еще Черчилль сказал, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Вот примерно так вышло и на этот раз. Армия готовилась к ракетной угрозе со стороны Хамаса. Эту угрозу действительно сумели парировать. Блестяще сработала система железный купол. Четкие действия тыловых служб позволили избежать больших жертв среди гражданских. Но туннели доставили военным очень много неприятностей. Перемещаясь по ним, боевики внезапно атаковали армейские части, доставляли друг другу снабжение и даже несколько раз сумели прорваться на территорию Израиля. Из черновика отчета видно, что сообщения об этих тоннелях поступали от граждан с юга страны еще за два года до начала войны. Фермеры, например, рассказывали о том, что находили входы в эти тоннели на своих полях, но этим сообщениям просто не придали значения. Все эти факты действительно могут повлиять на общественное мнение, в том числе на мнение избирателей. Вероятно, поэтому в правительстве сейчас предпринимают отчаянные усилия, чтобы этот отчет был опубликован как можно позже. Но вот запретить его публикацию по закону совершенно невозможно. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Словения перестраховалась. В случае наплыва беженцев власти страны могут закрыть границу с Хорватией. Соответствующий закон уже принял парламент. Если количество мигрантов резко возрастет, и это будет угрожать внутренней безопасности, беженцев просто перестанут впускать в страну. В разгар кризиса 15-16 годов, когда соседние государства закрыли границы, через Словению прошли около полумиллиона мигрантов. Закон уже осудили европейские организации по соблюдению прав человека. Аресты в Австрии и суровый судебный вердикт в Германии. В Европе преследуют сторонников террористической организации «Исламское государство». В Вене и Граце задержаны сторонники группировки, а в Ганновере за теракт по заданию ИГИЛ осуждена несовершеннолетняя школьница. Обо всем подробнее. Татьяна Лагунова. Шесть лет за покушение на полицейского по заданию «Исламского государства». Немецкий суд приговорил к длительному тюремному заключению несовершеннолетнюю школьницу из Ганновера. Ее нападение считают первым терактом сторонников ИГИЛ на территории Германии. Сафию С. арестовали в феврале прошлого года на вокзале Ганновера. Девушка в платке привлекла внимание полиции, ее попросили показать документы. В ответ Сафия достала нож и всадила лезвие в горло одному из стражей правопорядка. Позже следствие выяснит, немка марокканского происхождения симпатизировала ИГИЛ, пыталась через Турцию уехать в Сирию и получила от боевиков задание организовать теракт в Германии. Нападая, обвиняемая хотела не ранить, а убить полицейского и тем самым поддержать ИГИЛ. Ее признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на убийство и поддержке иностранной террористической организации. Два с половиной года тюрьмы получил друг Сафии, который знал о ее контактах с ИГИЛ и готовящемся нападении, но не предупредил полицию о планах девушки. Это сигнал для людей, которые знают о планируемых атаках. Им не избежать судебного преследования в Германии. Сторонников ИГИЛ преследуют и в соседней Австрии. В результате антитеррористических рейдов в Вене и Граце задержаны 14 человек. Арестованных, выходцев из Боснии, Сирии, Македонии, Албании и Болгарии подозревают в связях с исламским государством. Татьяна Угнович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Громкая отставка из-за секс-скандала в Индии. Как весь мир скинулся на велосипед американцу и пышное празднование китайского Нового года в Австралии. Об этом и не только. Далее в обзоре. Отставка из-за секс-скандала в Индии. Губернатора штата Мекхалая обвинили в домогательствах к женщинам. 80 его подчиненных обратились к президенту страны. Якобы их руководитель превратил официальную резиденцию в притон. Здание обустроил спальню, куда приводили как своих гостей, так и подчиненных женщин. Украли велосипед? Не беда. На Манхэттене у парня с парковки увели новенький байк. В расстроенных чувствах он написал письмо похитителю и прикрепил его на то место, откуда украли велосипед. Одна из прохожих, Рэйчел Томас, увидела послание и инициировала сбор денег через интернет. Неравнодушные со всего мира пожертвовали более 900 долларов. Женщина отыскала парня и передала деньги на новый велосипед. Заправить машину мусором, как в фильме «Назад в будущее» скоро сможет каждый, утверждают японские инженеры. Они сконструировали специальную установку для переработки ненужных вещей, при помощи которой из хлопкового волокна можно будет получать этанол, который и станет топливом для автомобилей. Для опыта в японцы приобрели копию легендарной «Де Лоренес» фильма. В НАСА представили новый костюм для астронавтов. Его называют скафандром 21 века. Разработчик – компания «Боинг», поэтому новая модель называется «Зе Боинг Блу». Костюм более эластичный, легкий и комфортный. В таком скафандре можно пользоваться любыми сенсорными мониторами. В области пальцев предусмотрены специальные датчики. В Северной Корею совершенствуют спортивные навыки. Баскетболистов заставляют заниматься гимнастикой. Упражнения для спортсменов разрабатывала группа лучших тренеров страны. Они уверены, занятия позволяют развивать маневренность и быстроту реакции у баскетболистов. Ранние упражнения разработали и для футболистов. Самого молодого в истории сумоиста-чемпиона чествовали японцы. Ютаке Кисенесато всего 19 лет. В прошлом году он одержал рекордное количество побед – 69. Таких результатов не показывал ни один сумоист за последние 10 лет. На национального героя во время церемонии награждения одели белый пояс якозуна. Его получает только абсолютный чемпион Японии по сумо. С танцами, песнями и фейерверками уже отпраздновали китайский Новый год в Австралии. Самые пышные торжества прошли в Сиднее возле здания оперного театра. Днем там танцевали ряженые в костюмах драконов и петухов. А вечером театр подсветили красным. Здание стало похожим на яркий гребень петуха – символа года по китайскому гороскопу. Ну, вот такими были новости этого дня. Но вы же помните, что я для вас сегодня приготовил не только подробности. Уже через несколько минут жду вас в студии «Черного зеркала». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова